Вместе за безопасность на Авторадио государств, участников Содружества независимых государств, Министерства внутренних дел и Госавтоинспекция Российской Федерации. Главной темой Конгресса станем «мы». Я не оговорился, «мы» — это гражданское общество и наша роль в повышении безопасности дорожного движения. Вообще, если обратиться к истории, то первый Конгресс прошел в 2007 году, и каждый раз тема Конгресса отражает наиболее актуальный вопрос. Например, прошлый Конгресс был посвящен молодежной безопасности. И надо сказать, что каждый раз принимаются важные и во многом ключевые решения. Ну, например, ужесточение ответственности для нетрезвых водителей или изменение системы взыскания штрафов. А еще, насколько я помню, то была принята поправка об обязательном использовании свето-возвращающих элементов для пешеходов в ненаселенных пунктах в ночное время. Кроме того, стал более четко регулируется вопрос касаемо тяжеловесного и того же крупногабаритного транспорта. Так или иначе, Конгресс предполагает довольно любопытную программу и будет четыре круглых стола. Да, будут обсуждаться безопасные транспортные системы, формирование безопасной доступной среды. И, как я знаю, в рамках одного из круглых столов будет широко обсуждаться тема обучения детей. Наташа, я знаю, один из круглых столов модерируешь. Ты и расскажи вот о своих гостях чуть подробнее. Ну, как раз мой стол посвящен нам, гражданскому обществу. Стол собирается достаточно многочисленный. На сегодняшний день уже зарегистрировано порядка 200 участников этого круглого стола, 25-30 из которых смогут выступить. Фактически, темы, которые там будут подниматься, это некие практики, которые реализуются сегодня в регионах, которые посвящены и организации бизнесов, посвященных теме безопасности дорожного движения и взаимодействия общественных организаций с госорганами. Также проверки, например, состояния дорог и так далее. То есть, фактически, в рамках вот этих выступлений уважаемые коллеги не только расскажут о неких идеях, потому что, как мы знаем, идея эта штука хорошая, но она требует качественной реализации. А именно, конечно, все, кто будет там присутствовать, будут ожидать, что от обмена этого опыта можно будет принять ряд практик и привезти их себе обратно домой для того, чтобы реализовывать уже непосредственно у себя дома. Наташа, а вот как понять, что вот те самые предложения или вот те самые наработки, которые будут выработаны, что они действительно пойдут в дело, то, что они будут реализованы? Ну, фактически, есть достаточно интересные проекты, как, например, в городе Пермь был организован прокат детских автокресел. Да, достаточно практическая история. Там было закуплено порядка пяти детских кресел, они были закреплены за родильным домом, да, и выдавались за 300 или 400 рублей в день как раз вот для перевозки детей в первую дорогу домой. Фактически, это, ну, практика, которая позволяет и рассказать о том, каким образом договаривались, как пришли в роддом, почему согласились. Ну, то есть, на самом деле, определить эффективность можно по тому, насколько, во-первых, оно было реализовано, сколько время оно работает, и сколько участников, обычно, граждан, да, получило от этого пользу. Я так понимаю, что Конгресс подразумевает принятие какой-то декларации, да? Ну, фактически, да, каждый стол будет выходить с определенными инициативами и формулировать как раз некие рекомендации по тем практикам, которые там будут представлены. Причем это касается, как и того стола, который модерирую я по гражданскому обществу, то же самое по детской безопасности. Также в этом году будет организован круглый стол, который посвящен проблеме использования с пользой дорожно-транспортной сети и безопасности дорожного движения людьми с ограниченными возможностями. Я думаю, что то, что будет презентовано там, оно вообще ляжет, наверное, в основу этой декларации. Но ты сказала, что вот в Конгрессе принимают участие эксперты в области безопасности дорожного движения. Это и председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, и ее заместитель Юрий Воробьев, конечно же, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, замминистра транспорта Николая Саул, Султан Женказиев, наш эксперт постоянный, заведующий кафедрой организации безопасности дорожного движения МАДИ, и многие другие. И у нас есть комментарий Юрия Воробьева, заместителя председателя Совета Федерации. Давайте послушаем, как он определяет задачи Конгресса. Сегодня в год погибает более миллиона человек. Как же эту тему не рассматривать на таком уровне? Мы видим, что сегодня управлять лишь с помощью жестких законов или полицейского управления невозможны. Нам нужно менять поведение людей, и мы должны для этого включить все ресурсы гражданского общества. Мы будем, конечно же, анализировать, насколько совершено наше законодательство. Хотим обсудить вопросы новых технологий, которые можно применять в транспортной политике. И мы рассчитываем, что во всей этой работе значительно большую роль сможет играть гражданское общество. Каждый из нас должен задуматься над тем, какой же он может внести вклад в эту очень сложную масштабную проблему. Коллеги, я уточню, что Конгресс проходит на двух площадках. Это Таврический дворец, штаб-квартира Межпарламентской ассамблеи государств, участников Содружества независимых государств, где пройдет пленарное заседание. И вторая площадка – это Ленэкспо, где как раз и пройдут те самые круглые столы, и где все желающие, подчеркиваю, все желающие смогут увидеть презентации различных социальных компаний и просветительских проектов. Там же будут представлены обучающие интерактивные площадки. Это мобильные городки, классы с мультимедийным оборудованием, новейшие тренажеры. В общем, будет интересно всем – и детям, и взрослым. Подробнее про все эти интерактивные стенды нам рассказал начальник научно-исследовательского центра проблем безопасности дорожного движения МВД России, полковник полиции Олег Порташников. Осмотрев более полутора тысяч различных социальных проектов, мы отобрали 35. Ну, например, одна из активных зон будет называться «Мастер-класс алкотрезвость или виртуальная реальность». Специальные очки разработаны, которые любой желающий может одеть и почувствовать себя в находящем состоянии алкогольного пьянения. Такой социально-психологический проект позволит показывать некий риск нахождения состояния алкогольного пьянения при управлении транспортным средством. Очень интересный проект – проект «Безопасное расстояние». Это некий пешеходный переход, и с двух сторон два экрана находятся. Тем самым ребенок в режиме реального времени видит дорожную ситуацию движения транспорта с двух сторон. То есть и слева направо, и справа налево, если он дошел до середины проезжей части. Эта программа позволит обучить детей правильно определять расстояние до движущегося транспортного средства и безопасному переходу через проезжую часть. Вот, кстати, друзья, я знаю, что на Конгрессе будет представлен один очень любопытный проект – это «Эволюция пешеходного перехода». То есть мы можем просмотреть весь генезис пешеходного перехода на протяжении практически всего столетия. То есть каким он был в 30-х годах, в 60-х, в 80-х, и каким же будет переход будущего. То есть действительно все это можно изучить, потрогать, посмотреть, задать вопросы специалистам. По-моему, это действительно здорово, что есть вот такой прямой интерактив. А еще в этом году в преддверии Конгресса Госавтоинспекция запустила серию социологических опросов с целью определить готовность общества к участию в решении проблем повышения безопасности на дорогах. Нас, водители, спросили, о каких видах правонарушений вы бы стали оповещать ГИБДД. И вот какие любопытные цифры. 37% готовы оповестить Госавтоинспекцию о нетрезвых водителях. 25% готовы сообщить в ГИБДД обо всех правонарушениях. 8% проинформируют об опасном вождении. 3% сообщат дорожным полицейским о выезде на встречку, неправильную парковку и непредоставлении преимущества автомобилям специальных служб. Ну, практически видим, что большая часть населения готова активно сотрудничать с ГИБДД и готова наводить, скажем, своими малыми действиями порядок на дорогах. Порядок на дорогах, конечно. У нас есть комментарий начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктора Нилова на этот счет. И действительно, вот люди за последнее время проявляют больше активности, и это заметно не только по данным этого опроса. Давайте послушаем Виктора Ивановича. Как бы мы ни говорили, но за последние несколько лет реакция водителей на виды нарушений, она становится совершенно другой. Я не беру даже алкогольное опьянение, я даже не беру там встречку. Я беру обычное поведение многих водителей. То есть само общество сегодня приближается к тому, что оно готово эти правила дополнительно устанавливать. Вот что бы ни случилось, совершил человек правонарушение и преступление, оно должно быть по закону пресечено. На самом деле мы сейчас переходим, наверное, в новый этап развития нашего государства. Это когда мы перестаем рассчитывать только на поддержку полиции, да, и начинаем рассчитывать уже на собственные гражданские силы, видимо, отмечая то, что государство реагирует на наши сообщения. И вот как раз то приложение, которое сейчас разрабатывается Минкомсвязи, позволит зафиксировать те нарушения других участников дорожного движения. Более того, за последние несколько лет, в принципе, обращений и без этого приложения было достаточно много, несколько тысяч, и это позволило привлечь к административной ответственности достаточно серьезное количество наших граждан. Но не секрет, что любое гражданское общество формируется на этапе личностного становления в детстве. Именно поэтому в Санкт-Петербурге на Конгрессе большое внимание уделено именно воспитанию юных участников дорожного движения. Как раз этой теме посвящен первый круглый стол, который модерирует Зинаида Драгункина, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, Александр Волков, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, и Венимин Каганов, заместитель министра образования и науки Российской Федерации. И я считаю, что на самом деле это, наверное, основная и главная тема Конгресса, как бы то ни было, так как она посвящена именно образовательному процессу и непрерывной системе образования, которая сейчас поддерживается на самом высоком уровне. Речь пойдет и о образовательных программах для будущих родителей, и интеграция тем безопасности дорожного движения в существующие предметы. Естественно, будет уделено отдельные темы, посвященные доработке программ в автошколах. Ну, коль уж мы заговорили о детишках, да, это все-таки, наверное, такие основные будущие нашего общества. Я знаю, что специально Конгрессу при участии госавтоинспекции и газеты «Доброе дорого детства» прошла довольно масштабная всероссийская эстафета. Дорога – символ жизни. Посвященная как раз именно вот участию детей в теме безопасности. Да, давайте как раз сейчас послушаем комментарий главного редактора Татьяны Алексеевой. Татьяна Александровна рассказала нам, как проходила эта эстафета в разных городах, какой материал от детей они получили, и что ее поразило больше всего. Давайте послушаем. Акция пользуется очень большой популярностью. Практически от Крыма до Владивостока. Очень интересно и креативно подошли многие регионы. Некоторые брали интервью у известных людей. Кабардино-Балкария взяла интервью у Беслана Мудранова. Это первый олимпийский чемпион российской команды в Рио-де-Жанейро. В Белгородской области сделали своими руками ромашку, на каждом лепестке которого были те дорожные знаки, которые позволяют детям выполнять правила дорожного движения. Ну, давайте теперь перейдем к конкретной практике. Надо сказать, что накануне Конгресса прошла неделя безопасности дорожного движения, которую провели Госавтоинспекция России и Министерство образования, в рамках которой со школьниками довольно подробно разобрали правила дорожного движения и напомнили ребятам, как безопасно вести себя на дороге. Да, и более того, накануне Конгресса прошла декада безопасности дорожного движения, которое проводило непосредственно управление ГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти. Коллеги, а у нас приходят сообщения на WhatsApp авторадио. Напоминаю, номер 8 915 459 2020. Позвольте, прочитаю. В этом году принимала участие в конкурсе «Автоледи». Соревновались в управлении автомобилем и знании ПДД. В финал не вышли, но было здорово. Марина. Марина, мы молодец. Ну, надо сказать, что этот конкурс всероссийский. То есть он проходит в разных регионах и принимают в нем участие именно женщины, да, автоледи. Жаль, Марина не указала, откуда она, но я знаю, что финал как раз стартовал уже в Питере и проходит он в рамках Конгресса, а награждение состоится уже завтра. А вот еще один комментарий с WhatsApp. Если воспитание важнее наказания, то почему в последние годы законодательство в отношении дорожного движения только ужесточается? Надо, чтобы людям больше разъясняли, а не только штрафовали. Ну, на самом деле нельзя говорить, что сейчас идет только ужесточение. Если говорить об общей разъяснительной и образовательной работе, то она идет полным ходом. Я думаю, что наши слушатели, если вспомнят ситуацию на дорогах 10 лет назад, когда подрезать, грубо прижимать, это была вообще наша нормальная жизнь на дороге, да? Это было такое агрессивное управление автомобилем. Сегодня мы пристегиваемся, мы используем детские удерживающие устройства, начинаем сообщать в полицию, если видим нарушителей. То есть фактически вот эта вот образовательная работа, она ведется, и мы видим сегодня результаты этих программ. Более того, количество социальных компаний, которые стали призерами не только наших фестивалей и государственных наград, также и международных наград. Их на сегодняшний день очень много. Более того, они исходят не только от главного управления госавтоинспекцией, а также очень много интересных региональных проектов. Ну вот о нескольких региональных проектах я позволю себе рассказать. Да, вот та самая социальная компания. Этой осенью в Новгородской, Псковской и Ленинградской областях проходит широкомасштабная социальная компания «На встречу безопасности». Проект реализуется, разумеется, при поддержке госавтоинспекции МВД России и экспертного центра движения безопасности. Наташа, ну давай рассказывай. Да, спасибо. На самом деле проект, я считаю, действительно инновационным, потому что вот раз, если предыдущие мобильные городки, которые ездили по России, они были направлены именно на воспитание детей, то сейчас мы разработали фактически образовательный передвижной проект, который направлен на все группы населения. И особой гордостью для меня стали два направления деятельности. Первый – это велосипедная безопасность, которой объективно не уделялось такой, скажем так, щепетильного внимания, как в рамках вот этой программы. И второй момент, связанный с пожилыми участниками дорожного движения. Фактически мы видим из статистики, из исследований, что именно они являются основными нарушителями, как при пересечении пешеходного перехода. Мы прекрасно понимаем, что это связано с возрастом, с отсутствием силы, поэтому иногда вот эта экономия этих 20-30 метров, она становится фатальной для пожилых людей. Поэтому у нас очень интересная и сложная задача, вот именно каким образом и подобрать к ним подход, как правильно это объяснить. Ведь это люди, которые уже прожили жизни очень опытно и не очень привыкли к тому, чтобы им кто-то давал советы. Ну да, учить жизни. Учил, да, это действительно очень сложно, и как используются эти возвращатели, ведь их пожилые люди вообще не используют, их использование ниже 1% по стране. Наташа, сейчас давай как раз подключим к нашему разговору твоего коллегу Вадима Мельникова, директора экспертного центра движения безопасности, и обсудим с ним, насколько полезен такой мобильный центр будет для автомобилистов, поскольку про пешеходов и велосипедистов ты нам уже рассказала. Вадим, расскажите нам, что представляет собой этот мобильный центр. На самом деле, в данном случае это некое транспортное средство с определенным прицепом, причем мы рассматривали транспортное средство таким образом, чтобы оно подходило под категорию В, для того, чтобы, соответственно, не было каких-то дополнительных включений на водителей, и они могли между собой меняться. По факту могут работать несколько человек, которые непосредственно осуществляют занятия, раскладывают эту зону, и по факту он достаточно автономен для того, чтобы проводить занятия в различных регионах и местах нашей необъятной Родины. Вадим, скажите, какую информацию при помощи этого мобильного центра для себя подчеркнут водители? Что нового они для себя узнают, что они вынесут? Знаете, в данном случае мы имеем возможность продемонстрировать водителям, в первую очередь, некие видеоматериалы, касающиеся важности соблюдения скоростного режима. А второй момент очень важный, это то, что водителю есть возможность на практике освоить определенные нюансы, используемые в ремня безопасности. С одной стороны, кажется, что это простая история, с другой стороны, там тоже есть свои нюансы. А, собственно говоря, получить возможность, реальные навыки установки различных типов детских жильев срочно. Вадим, спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо. Коллеги, мы практически в завершении программы. Я хочу вернуться, собственно, к Конгрессу. Хочу напомнить, что он пройдет на двух площадках. В Таврическом дворце, это на Шпалерной улице, дом 47, и в комплексе Лен-Экспо, который расположен по адресу Большой проезд Васильевского острова, 103. Туда могут попасть все желающие. Вход свободный. Более того, друзья, там будет работать студия Авторадио, поэтому приглашаем всех и принимайте в Конгрессе самое непосредственное активное участие. Ну и фактически хотелось бы сказать еще пару слов о выставке. Будет организована действительно очень интересная выставка с интерактивными площадками, которые позволят вам и узнать что-то новое, посмотреть, в принципе, достаточно интересные примеры работы с участниками дорожного движения по всей России и попробовать какие-то вещи на себе. Мы же видим из цифр того же самого использования световозвращающих элементов. Если не верите, приходите, мы покажем вам, как это работает. Но главное, Наташа, прости, перебью, приводите с собой детей. Да, детских программ будет действительно очень много, так как часть этой выставки будет работать во второй половине дня. Я думаю, что можно взять своих детей после работы и посмотреть, и, в общем-то, поиграть совместно, привовлечь детей в этот важный процесс. Ну а если говорить о необходимой информации по Конгрессу, для того чтобы еще раз уточнить и адрес местонахождения, время работы выставки, и также все-таки, если вы захотите послушать серьезные выступления на Конгрессе, заходите на сайт госавтоинспекции gbdd.ru. Ну и также на круглые столы еще раз напоминаем, что можно зарегистрироваться на официальном сайте road-safety.ru. Друзья, время программы неумолимо подходит к концу, и пока у нас есть еще пару минут, мне бы хотелось представить результаты еще одного интересного опроса, который недавно прошел на сайте госавтоинспекции. Вопрос был такой, способно ли участие общественности изменить ситуацию на российских дорогах? Да, потому что это в интересах всего общества. Ответили 35%. Начинать нужно с себя и с людей, которые рядом. Так ответили 30%. И нет, от общественности ничего не зависит, ответило всего 9%. Как мне кажется, подавляющее большинство все-таки это люди думающие, люди сознательные, они все-таки понимают, что безопасность – это общее дело. Ну и то, о чем говорила Наташа, да, что вот если сравнивать ситуацию, которая была 10 лет назад и которую мы имеем сегодня, я думаю, что через 10 лет ситуация будет опять же иной, и мы все равно будем ставить новые задачи в целях безопасности дорожного движения. Вопросов будет много, задач будет много, и мы потихонечку будем их решать. Главное, чтобы в это решение было включено общество, потому что без нас, без водителей, без пешеходов та самая борьба за безопасность, за сохранение жизни на дорогах, она вообще бессмысленна, потому что все мы являемся участниками дорожного движения. Ну да, интересно будет, когда появятся уже полноценные автопилоты. О чем будем рассуждать? Да, полноценные автопилоты, встроенные в пешеходы в том числе. Коллеги, остается напомнить, что мы ждем ваших комментариев. Уважаемые слушатели, оставляйте свои сообщения в официальных группах Авторадио, в Фейсбуке, Вконтакте, присылайте на WhatsApp Авторадио на номер 8 915 459 20 20. Самое интересное предложение мы обязательно передадим в Госавтоинспекцию. Вместе за безопасность на Авторадио.